В Ивановской области 8 377 безработных. Цифры ниже этой последние 20 лет не было. О том, как сейчас обстоит ситуация на рынке труда, журналистам рассказали на пресс-конференции. Выяснилось, что на одного соискателя приходится сразу две свободных вакансии. Но тут есть подвох. В основном это малооплачиваемые профессии с плохими условиями. А потому рынок занятости разнообразным назвать сложно. Как, собственно, и соискателей. 49,9% среди безработных – женщины. 16% – молодые люди от 16 до 29 лет. И причем категория и женщин, и молодежи, она на уровне чуть-чуть больше, чем за тот же период 2011 года. 35% – практически уровень жителей, проживающих в сельской местности. И чуть больше 17%, хотя этот показатель значительно возрос за последний год – это инвалиды. Квота на количество иностранной силы определяется комитетом по труду. На 2013 год работодатели попросили предоставить им почти 3 тысячи иностранцев. А вот получат они 1837 человек. И это самая низкая квота в России. Причины, почему мы отказали – и отсутствие производственной деятельности. Производственной деятельности нет, а заявка поступает. Предложения по низкой зарплате есть, потому что они в основном всем предлагают на уровне минимальной заработной плате, которая у нас сложилась. Нарушение трудового и миграционного законодательства присутствует. Со следующего года отношения государства и безработного соискателей и работодателей будут регулироваться по-другому. На федеральном уровне разрабатывается специальная программа на 2013-2020 годы. В частности, изменения коснутся выплаты пособий по безработице. С 2014 года предполагается изменить критерии назначения и выплаты пособия по безработице. Будет усилен адресный принцип его назначения, то есть будут сокращены категории граждан, которые пользуются правом получения пособия в настоящее время. Предполагается изменить размеры и продолжительность выплаты пособия по безработице. Кроме того, внесены предложения в закон о занятости. Законотворцы требуют прекратить дискриминацию соискателей. Дело в том, что в 44% случаев работодатель ищет сотрудника определенного пола стажа возраста. Проще говоря, молодые девушки во многих фирмах предпочтительнее дам бальзаковского возраста с тем же образованием. Работодатели, которые открыто занимаются дискриминацией, будут штрафовать. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова